МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лишь по дополнительным показателям уступив соотечественнице Софьей Мутиной. А в Блице Шухман завоевала золото. В этот раз, набрав те же семь очков, уже она по дополнительным показателям обошла двух китаянок. Сегодня в Сочи начинается суперфинал клубного чемпионата России по настольному теннису. Борьбу за медали по системе плей-офф поведут в восемь лучших по итогам регулярного чемпионата команд. Казань, Краснодарская Кубань-Сидин, Элем из Восточной Пышмы и Уфимский связист начинают с одной восьмой финала. В четвертьфинале подключатся питерские гидрометы «Подмосковная Спарта». Оренбургский факел «Газпром», как победитель гладкого первенства, стартует со стадии полуфинала, так же, как и действующий чемпион страны УГМК. Оренбургский клуб после победы в Лиге европейских чемпионов теперь нацелен на титул лучшего клуба в России. Американка Бриона Джонс стала последним приобретением Оренбургского баскетбольного клуба «Надежда». 21-летняя Джонс – восьмой номер драфта женской НБА этого года. Она – центровая клуба «Коннекти Кутсан». Контрактом с этим новичком завершилась селекционная работа «Надежда» в преддверии нового сезона. Состав набран. Екатерина Федоренкова, эта девочка, играла в московском «Динамо», а прошедший сезон провела в Испании. Мы пригласили Яну Дегтярскую из МБА, Машу Черепанову, достаточно известного игрока из УГМК, Ксению Тихоненко из московского «Динамо», а также пока трех игроков-легионеров. Это Сандра Игуравиды из Вислы, польской. Эмма Кеннон, известная вам по выступлениям за Вологду. И сейчас она защищает цвета в НБА «Феникс Меркури». А также Алекс Бентли. Выступала в прошлом сезоне в Турции клуба «Дона». Она имеет белорусское гражданство и будет играть за сборную. Американка с белорусским паспортом будет в этом сезоне играть за сборную Белоруссии на чемпионате Европы. Сейчас она играет в НБА в клубе «Коннекция Кутсан». После окончания чемпионата клуб во главе с главным тренером Роберто Инигисом покинули девять ведущих игроков. Из основного состава остались только Анастасия Шилова и Жаселина Майга. Финансовая ситуация такова, что мы не можем предложить лидерам высокие контракты, на которые они ушли в ведущие клубы России и Европы. Наталья Жедик в Курск, Таня Петровична, Лена Беглова в УГМК, Тиффани Митчелл в Турцию в Агустпор, Аманда Базукова в Прагу, Елизабет Вильямс в Китай, Люда Сапова пока мы не знаем куда она, а Наташа Анойкина по семейным обстоятельствам берет перерыв в своей карьере. Главный тренер по его желанию перебрался в венгерский шапрон и также он возглавляет сборную Черногории. Мы ему благодарны, так же как и всем тем, кто верой и правдой служил клубу. Но жизнь продолжается. Вот те девочки, которые приходят сейчас в команду, в том числе и девочки-легионеры, я думаю, что они покажут то, что они умеют, то, что они могут. И мы в конце сезона точно так же будем. Ну а в перспективе я хочу сказать, что мы все равно двигаемся. Как бы там ни было, мне было тяжело, сложно. Тем не менее, есть движение, оно налицо. Особая тема тренерская. Два года назад на смену Джорджу Дикеулакасу пришел Роберто Енигис, с именем которого связано самое успешное выступление Надежды. Сейчас место рулевого займет словаский специалист Марыш Ковачек. Хочется надеяться, что и в этот раз руководство клуба угадало с кандидатурой главного тренера. Марыша я знаю очень давно и слежу за его работой очень давно. Во-первых, он очень хорошо работает с молодыми игроками. И пример Кошицы, команды, которые практически без денег поднялись очень высоко. И пример этого сезона, когда он пришел, скажем так, в январе в Полковице, команда, которая не одержала ни одной победы в Евролиге, они в течение трех недель перестроили игру теми же людьми и показали, я считаю, очень интересный баскетбол. И на мой взгляд, этот человек может нам, по крайней мере, поддержать знамя, которое сейчас передает Роберто Марышу. Тем более, он сам рвется в Россию, это для него вызов. Он никогда, как он говорит, не работал в великих клубах. Ему это очень интересно. И я очень сильно надеюсь, что у нас с ним получится. Команда соберется в начале августа, готовится будет на своей базе и примет участие в ряде предсезонных турниров. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский. Новости спорта.